Ну что, мои хорошие, мы часто задаемся вопросом, почему у нас плохо тянет пылесос. Я решила в этот раз мясо свинины приготовить в мультиварке с подливкой. Вот этот вот пятновыводитель, который я заказываю в Фаберлик, мы его сейчас заодно и протестим, да? Это негативные эмоции, то, что ты там сам с собой хрен бы с ним, всем всё равно. Ну карму-то само себе создаёшь какую. В общем, мои хорошие, хотела вам поднять настроение, не знаю, удалось мне это или не удалось. Твоя машинка быстрее едет, чем моя. А я в другую сторону еду. Догоняй меня. Догоняй. Всем доброе утро. Вот так вот утро у нас с девичкой начинается. Да? Мама ещё пока что спит. Она вчера монтировала, поздно легла. А мы с Деней пока играемся. Деня тут нам находит занятие, чем поиграться. Ну и почитываю ваши комментарии по ходу, по чуть-чуть. Вот. Ну сегодня новый день, сегодня будут новые дела. А какие дела вы узнаете позже. Сегодня утром был сильный ветер и шёл дождь. Было пасмурно. Сейчас, по-моему, немножечко небо проясняется. Вообще у нас вот сегодня, завтра, послезавтра, три дня должны быть такие хорошие тёплые деньки. Весна нас должна посетить на несколько дней. Посмотрим. Скажи привет. Доброе утро. Ух ты. Да. Вот, доброе утро. Давайте посмотрим на улицу. На улице просто нереально классно. Но там единственное, что очень сильный ветер. Я прям слышу, как дует. Но зато у нас облака уже уходят. И смотрю уже потихонечку небо разъясняется. Вот надеюсь, что сегодня будет всё-таки хороший день. Хоть бы ветер только утих и всё. Я слышу, как он свистит. Девочки, ну у нас сегодня обычный будний день. И дочка Денечку повела в садик. Но теперь я могу спокойно убрать, пропылесосить. Что вам хочу сказать. Вот этот вот пылесосик, Китфорд, ну он маленький. С одной стороны это удобно. А с другой стороны здесь очень маленький такой контейнер. И небольшие кусочки. В общем, у нас тут всего маленьких два коврика. Поэтому здесь вот крошечки. Я их сейчас пропылесошу. А вообще, ну конечно, на линолеуме он пылесосит нормально, но слабоват. Я думаю, что там пора уже фильтры помыть. Кстати говоря, сейчас вот здесь приборочку сделаю. Потом откроем, посмотрим, что там за фильтры. Что надо в нём мыть вообще. Ну, в общем-то, пылесос кружки так пособирал. Ну, можно сказать, пропылесосил. Хотя, очень слабо тянет. Очень слабенький пылесос. Он вообще, наверное, для ковров даже не предназначен. Скорее всего, просто для голого пола собрать вот тут крошки по полу и всё. Ну ладно, разберём, посмотрим, что с ним там. Почему? Фильтры, может быть, забиты. Чем мне ещё не нравится этот пылесос? Мне не нравится им убирать. Потому что здесь центр тяжести находится на руке. А щётка сама по себе лёгкая. И поэтому убирать не очень-то удобно. А вот когда вертикальный пылесос аккумуляторный, было бы это удобнее. Просто его толкаешь перед собой, и на руку никакой тяжести не идёт, никаких усилий нет. Ну и маленький контейнер. Хотя, тем не менее, вот по полу я прошлась, а он уже наполнился. Сейчас высыпем, посмотрим. Так, ну я его выключила из сети. Щётку надо снять. Вот она от пыли забивается, а потом плохо снимается. Так, ну и что у нас тут? Расслободить надо контейнер. Вот, раз. И вытряхиваешь кнопочку, открыл. А вот там вот ещё. Вот. Но там ещё вот много пыли наверху. Поэтому его надо сейчас разобрать и почистить, попробовать. Так, ну ладно, я сейчас это сделаю здесь, чтобы было видно. Значит, у нас вот эта кнопка, это у нас снимается контейнер. Значит, что здесь ещё у нас есть? Вот такой вот фильтрик есть. Мы его можем помыть. Здесь уже фильтров нету никаких. Всё. Это тряпочкой протереть и отставить. Вот тут маленький такой вот фильтрик есть. Вот. Ну его, в принципе, можно помыть. Дальше что здесь ещё? Снимаем вот эту штуку. Вот этот фильтр. Тоже его надо почистить или помыть. Посмотрим сейчас. Вот эта штука снимается, по-моему. Так. Вот. Вот эта штука вот снимается. И видите, её надо тоже всё чистить. Чтобы здесь воздух хорошо проходил. Так. Я вижу, что это всё из пластмассы сделано. Здесь никаких больше фильтров, прокладок нету. Значит, вот эту штуку тоже можно помыть. Ну, в общем-то, и всё. Сейчас займёмся чистотой. Ну, что, мои хорошие, мы часто задаёмся вопросом, почему у нас плохо тянет пылесос. Вот, давайте разберёмся. Значит, тут щётка. Здесь вот волосы забились. И какая-то ещё ворса. Её можно даже потрусить. И с неё может ещё повытряхиваться какой-то мусор. Бывает даже в трубе что-то там застревает. Но здесь вот эту штуку, наверное, нет, снять удалось. Так, посмотрим трубу на свет. Ну, в принципе, труба просвечивается нормально. Здесь нет такого мусора, который препятствовал бы прохождению воздуха. Ну, а щётку, насколько она смогла увидеть, я ничего в ней не вижу. В общем, всё. Как бы щётка у нас с ней разобрались, с трубой разобрались. Дальше что? Так, ну, дальше что? Дальше вот эту часть мы просто протрем. И здесь, в общем, тоже нету ничего больше. Вот этот фильтрик я сняла. Ну, сейчас мы его посмотрим. Вот этот маленький фильтрик, вот он. Ну, я на свет смотрю, он просвечивается нормально, значит, его можно и не мыть. Просто так с него можно просто пыль стряхнуть, вытрусить, можно сказать, и всё. Он останется как и есть. Всё, мы его поставим на место. Где он стоял у нас? Вот тут. С ним всё в порядке, с этим фильтром. Что дальше? Вот эта чаша. Ну, её достаточно протереть, в принципе. Можно помыть, если у вас есть желание. Что у нас тут? Тут я вижу клапан. Вот такой вот клапан. Он не даёт мусору выходить обратно. В общем, вот эту часть можно её, в принципе, и помыть. Я её опускаю в ведро с водой, пусть лежит. Так, здесь ничего в этом месте нету. Просто протереть тряпочкой. Кстати, имейте в виду, мотор находится здесь, поэтому вот эту часть мыть нельзя. Мочить её, воду пускать нельзя. Остальные части, я смотрю, что там просто пластмасса и нету больше никаких таких вот вещей. Ну, вот эту деталь достаточно протереть, не обязательно её мыть. В общем, так, нормально. Вот, ну и вот это вот у нас самое такое, вот эти вот отверстия, видите, да? Они пылью забились. Вот поэтому пылесосы не тянет. Очень часто люди, когда приходят в магазин, говорят, у нас не тянет пылесос, мы решили купить новый. Вот тут вопрос, вы всё ли сделали для того, чтобы его очистить, очистить фильтры, и чтобы он лучше тянул? Вот если вы уже всё сделали, он не тянет, ну тогда уже, да, следует покупать новый пылесос. Здесь я смотрю, дырочки забиты, но внутри я вижу, что там он просвечивается насквозь, там нету никаких таких деталей, никаких прокладок. Часть вот эта вот не снимается, она прикручена, да, я вижу винтики. Просто я опускаю воду, я её просто помою в воде. И вот эта деталь, это как раз моторный фильтр, вот фильтр мелкой пыли, который вот задерживает, да, здесь есть вот этот поролончик. Вот видите, он уже так вот приличненько забит пылью. И вот сейчас я эту пыль сниму, и тоже этот поролон отправлю в воду, будем его мыть. Он очень сильно пылью прям забился. Так, ну а здесь вот такая вот ткань, её тоже можно помыть, я не знаю, как вам сказать, что это за ткань. Вот она с этой стороны как синтетическая, а здесь она такая, знаете, вот как одежда вот эта вот у нас есть, футернайчер, начёс, да, вот как начёсик тут. Вот. Ну это ткань, а ткань есть ткань, это не бумага, хорошо, да, мы можем тоже это помыть. Ну вот всё это сейчас замочу, я в тёпленькой водичке. Можно добавить просто моющее какое-то средство, порошочек, а можно ничего не добавлять, и просто, чтобы оно отмокло хорошо. И хорошо это всё выполоскать, главное выполоскать вот эту пыль. Ну а здесь я уже протру, и всё. Сейчас я помою эти фильтры, дам им просохнуть, потом уже мы соберём пылесос, и попробуем ещё раз пропылесосить, может быть тогда уже пылесос будет тянуть лучше. Девочки, ну что, я протёрла и щёточку, и все эти детальки протёрла, и трубки протёрла, вот даже где здесь пыль собирается. Я взяла это всё хорошо, мокрой тряпочкой протёрла. И щёточку тоже вот эту вот почистила, мокрой тряпочкой протёрла. Фильтры вот эти я помыла хорошо, прям хорошо выполоскала в ведре с водой, и подструю воды, вот эти все дырочки, видите, они все теперь чистенькие. Ну и теперь фильтр я протёрла насухо, и дам ему просохнуть. Поролончик он уже едва влажный, но почти сухой. Вот, ну вот это вот, наверное, будет дольше всего сохнуть, но вообще, видите, она тоже промылась хорошо, и всё отлично. Вообще вот эти фильтры не рекомендуется сушить на батарее, либо горячим феном. Но я думаю, что холодным феном можно их немножко продуть. И можно положить на батарею, но только не на саму батарею, не на горячую, а чтобы там было тёпленько, вот на тряпочку, например. Там будет тёпленько, а быстрее этот фильтр высохнет. Ну, в общем, подождём, пока фильтры высохнут, потом я буду собирать пылесос. Семейная беседа. Ну, а что, к нам пришли вот в гости, Виталик с Наташей, пришли нас проведать. Обсуждаем тему брейкета. Да, ну, тут разные семейные темы, разговоры. Мы проведете все. Короче, поставили мне этот ритейнер внутри. А погодка-то у нас получше стала. Правда, ветер всё равно сегодня дует, сегодня ветерная погода. Но уже небо прояснилось, солнышко выглядывает, и это очень-очень радует прямо. Ну что, проводили мы гостей, посидели несколько часов, поболтали о том, о своём, о своём семейном, поэтому я не включала камеру. Подарили мы подарки всем. К 8 марта, там, с 23 прошедшим, пока сын болел, тоже лежали подарки у нас. В общем, всем подарки отдали, передали, всем приветы, поцелуйчики и всё такое. Вот, я пошла, посмотрела фильтры от пылесоса. У меня ещё пока немножко один фильтр, чуть-чуть влажненький, чуть-чуть. Ну, пусть немножко ещё посохнет. А я сейчас решила, надо приготовить мясо. Я решила в этот раз мясо свинины приготовить в мультиварке с подливкой. Вот, я в мультиварку положила лук, ну, одну луковицу я взяла, порезала, одну большую луковицу, достаточно. Немножко растительного масла. И небольшими кусочками нарезала мякоть свинины. Сейчас, когда начнётся уже жарко, я тогда буду помешивать, немножечко лук, пару минуточек пожарится, я добавлю туда мясо и всё это вместе перемешаю и дам мясу закрыться. Вот, а после этого чуть-чуть добавлю водички. Кстати, вот чайник я уже включила, чтобы горяченькая водичка была. Ну, и так лавровый лист, соль, перец по вкусу закрыть и поставлю на режим тушения. Можно на полтора часа. Или можно на режим варка, если вы спешите, если вам быстрее надо. Режим варка, ну, минут 45-50 достаточно будет. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим дальше. Ну, вот режим жарки закончился. Я уже посолила, поперчила, лавровый листик бросила. Сейчас налью немножко водички. Ну, так чуть-чуть, чтобы оно прикрылось, чтобы у меня было мясо с подливкой. И всё-таки я решила поставить режим тушения где-то на полтора часа. Я думаю, полтора часа будет достаточно. Час тридцать, тушение, старт. Ну, и всё, пойду заниматься дальнейшими своими делами. Хочу проверить, высохли фильтры или нет. И вот я беру в руки, вроде бы, как сухой. Но я вот так вот нажимаю пальчиками. И пальцы у меня немножко влажные. Значит, он ещё не досох. Ну, значит, я думаю, что я не буду торопить события. Дам ему высохнуть хорошенечко. Вот. Ну, пока у меня там варится, фильтры сохнут. Я решила тогда провернуть стирочку. Положила туда бельё разноцветное. Ну, в основном светлое, чёрное туда не кладу. И цветные там какие-нибудь красные там не беру и не кладу. Так, и что? Хочу я сейчас добавить в стирку вот этот вот пятновыводитель, который я заказываю в Фаберлик. Мы его сейчас заодно и протестим, да? Ну, вот я беру стирального порошка, неполную мерную ложечку. И туда же я насыплю сейчас вот этот пятновыводитель. Тоже примерно такое же количество. Налью кондиционер. Кстати, кто-то писал, у кого-то кондиционер куда-то выливается. Ну, вот смотрите, вот он здесь находится. Никуда не выливается, он не должен никуда выливаться. Всё. Я поставлю режим хлопок, так как в основном там детское бельё. Поэтому я выбираю режим хлопок, чтобы было побольше воды. Ставлю 40 градусов. Время 2 часа 53 минуты. Меня не устраивает. Я время сокращаю. Остаётся час. И для детского белья, для нижнего белья, я всё-таки добавляю дополнительное полоскание. И получается у меня час 13. Меня это время устраивает. И включаем пуск. Всё. Замочек закрыт. И стирка пошла. Девочки, ну вот стирка закончилась. И вот я смотрю, тут несколько маечек Денчкиных, да. Они были на некоторых майках. Вот это вообще старая майка, да. Она даже вот такого цвета. Были пятнышки. Он всё время что-нибудь проливает. Там то компотик, то кисель, там может быть кашку, фрукты. Что-нибудь проливает. Вот я смотрю, маечка одна. Маечка вторая. И вот эти пятна, они все отстирались. На всех маечках, так или иначе, там какие-то пятнышки были. Ну тут едва-едва только вот немножечко осталось. А так вот майка чистая. Пятна хорошо отстирывает вот это вот пятновыводитель. Вот этот. К сожалению, я просто забыла вам показать вначале, ещё перед стиркой эти майки. Надо было нам выбрать вот, может быть, пару маечек с пятнами, чтобы вы видели. Ну, достаточно того, что вижу, это я. И я вам просто говорю, что вот он факт. Вот здесь вот какие-то едва-едва пятнышки ещё видны. Но они побледнели, их практически не видно. Но при том, что эта майка уже очень-очень старая. А то, что поновее, вот, становится чистым. И беленькое становится светлым. Ну тут вот какие-то пятнышки едва остались. Но если такие пятна, которые, есть такие пятна, которые не отстирываются, их уже нужно тогда отбеливать, просто отбеливателем. Вот. Ну вообще, вот белое бельё, оно становится, в общем-то, более светлым и более приятным. Так что, уже... Мне, например, пятновыводитель этот очень нравится. Вот в стирку светлого белья его лучше добавить и стирать. Девочки, ну вот я развесила бельё. В общем, хочу сказать вот что. Я поделилась с вами просто вот тем, ну скажем, для меня открытием, тем, что вот этот пятновыводитель, ну как на мой взгляд, он справляется в целом лучше, чем даже вот ваниш, который ваниш дорогостоящий, в принципе, это средство. И ваниш как бы хуже, вот, осветляет бельё и выводит вот эти вот пятна, которые дети ставят на своих маечках, футболочках. Вот, но это не значит, что прям 100% все пятна вывелись и прям всё сразу побелело. Нет, есть некоторые вещи, где пятна едва-едва видны ещё. Вот, ну и одна маечка там беленькую я нашла, там, где пятнышки всё-таки видно. Но она прям идеально белая была, и вот эти пятна ещё видны. Но когда постираешь бельё, во-первых, намного светлее становятся все вещи, некоторые пятна совсем уходят, и остаётся там, может быть, там одна-две-три вещи, которые, может быть, дополнительно нужно будет ещё отбелить вот эти пятнышки. Но это уже гораздо легче делать, чем когда нужно целую гору белья отбеливать. Это во-первых. И во-вторых, если, допустим, сейчас не отбелить, но, например, домашние маечки, он тут бегает, там раз, а дели, бывает. Я смотрю пятнышко, думаю, ладно, сейчас он запачкает, запачкает, потому что меняем маечки каждый день и на день по нескольку раз. То он там водичку пролил, то он сок пролил, то там ещё что-то вымазался. Вот, поэтому иногда бывает даже, что я думаю, что вот эту маечку надо отбелить, а потом её раз-два постираешь вот с этим вот пятновыводителем, и я смотрю, хоп, и их уже этих пятен и нету. Так что, ну вот так. Я просто с вами делюсь своим открытием. Это не значит, что прям вот я вам советую, хотите ваниш берите, хотите, может, другое что-то, или просто отбеливайте, можно просто варить бельё. Ну, для меня варить бельё – это целое дело. Это надо варить, это тут будет пар, это надо, чтобы ребёнка не было дома, чтобы проветривалось помещение. Поэтому я к этому подхожу уже как бы отдельно, отдельный вопрос. Вот, ну и что касается пятновыводителя, я вам сказала то, что я хотела сказать, и всё. А теперь пойдёмте к пылесосу, там мой фильтр уже высох, и мы сейчас соберём этот пылесос и попробуем ещё раз попылесосить им. Ой, ну разобрала, так разобрала. Как же теперь всё это собрать? Что, куда, я не знаю, давайте разбираться. Так, здесь у нас… Какой фильтр, откуда? Я уже и забыла, где, чего, откуда. Так, всё, вспомнила, всё зашло в свои ячейки. Вот это вот должно зайти сюда, в эту ячейку. Вот оно заходит, да, висело и защелкнулось даже. Замечательно. Проворачивать не надо, интересно? Нет, оно никуда не проворачивается. Так, это у нас село. Дальше. И дальше вот, да, поролончик этот зашёл сюда, он как раз сюда и должен заходить. Теперь мы ставим это сюда, а это у нас идёт сюда. Так, вот, всё, защелкнулось, защелкнулось. Так, и теперь у нас это ставится сюда. Я этот пылесос разбирала как-то один раз и больше не разбирала, поэтому не до конца. Я ещё знаю, где-то должно везде всё защелкиваться. Не защелкнулось, значит, немножко не так поставила. Сейчас найдём. Так. Не так. Вот, всё защелкнулось, всё зашло куда надо. Всё прекрасно, всё отличненько. Теперь у нас щётка. Эта щётка у нас была вот здесь. Вот она. И вот это одевается сюда. Всё. Я даже вот тут вот помыла, чтобы она заходила получше. Сейчас я попробую ещё раз пропылесосить. Я просто хочу ощутить, вот насколько будет тянуть лучше или не лучше. Я вам сейчас скажу. Ну, ковёр-то уже пропылесосан, но я хочу немножечко ещё пропылесосить и посмотрим, что там в контейнере появится или нет. Музыка. 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 ну вот смотрите я пропылесосила буквально вот тут вот кусочек вот на проходе и уже смотрите сколько мусора появилась уже в контейнере то есть то что я не пропылесосила прошлый раз потому что уже пылесос не тянул сейчас он уже видите сколько мусора вытянул вот только с такого маленького кусочка а если сейчас пройдусь по всему этому коврику мусора будет гораздо больше так что хочу сказать результатом я довольна если у вас проблемы с мощностью пылесоса вашего попробуйте его все-таки почистить сделать уход за пылесосом почистить помыть фильтры все и тогда он задышит новой жизнью ваш пылесос ну вот и тушенка моя пропищала готовности она уже готова полтора часа прошло и в общем тушенка я уверена не тушенка я подумала что она как тушенка и говорю тушенка ну да тушеное мясо тушеная свинина она мягкая она вот прям даже ложечкой ломается сейчас покажу вот ну тем кто любит вот любит кто мясо мягкая вот то что нужно но дочь у меня любит мягкое мясо и поэтому я сделала с подливочкой и возьму кашу какую-нибудь на гарнир подливка она очень хорошо тогда с кашей будет сочетаться вот ну и все ждем ужина и будем ужинать дочь и скоро пойдет в садик зайдет магазинчик купит хлебушка мне и там овощи какие-нибудь на салатик и будем ужинать а еще девочки мои хорошие читая сегодня комментарии уже больше ста комментариев и все-таки хорошие положительно заряженные и вот мне приятно когда я стараюсь вам где-то там может быть настроение поднять ну как-то поделиться может быть положительными какими-то своими эмоциями и вы пишете что многих там вдохновляют там на что-нибудь такое хорошее ну и хочется тоже в обраточку получать тоже какие-то вот такие вот приятные эмоции не скупитесь на добрые слова вообще я вам хочу сказать что когда вот вы даете даете людям позитив ну и взамен тоже вам хочется давать позитив и тогда получается такое знаете взаимообмен положительными эмоциями и на хороших в общем-то на хорошее настроение и жить прекрасно жить хорошо и дела все хорошо делаются дела все спорятся вот но одна девушка там написала что она энергетический вампир и она не может вот не сделать гадость какую-то не написать плохой комментарий то на когда напишет плохой комментарий от этого становится легче и пишет что делать ну что я могу посоветовать и я не знаю я в общем-то не специалист в этом плане наверное мне кажется нужно пообщаться с психологом если человек сам понимает да вот этот вот со свой ну такое как бы сказать неправильное состояние то наверное может быть психолог подскажет ну как лучше с этим справиться потому что жить в негативе я не знаю это так тяжело но мне кажется это так тяжело мне бывает иногда посещают какие-то там ну эмоции я могу там на что-то может психануть но я стараюсь эти эмоции себе подавить их как-то от них избавиться как можно быстрее и обратно вернуться в свое позитивное состояние потому что негативные эмоции они же разрушают наше здоровье вообще наше состояние ладно то негативные эмоции то что ты там сам с собой хрен бы с ним всем все равно карму то самой себе создаешь как понимаешь это же все потом аукнется нельзя так беспечно к себе относиться и все вернется поэтому здесь нужно быть внимательней заботясь о себе в будущем бывает очень близко в общем старайтесь оставлять о себе добрые воспоминания и оставлять о себе такой знаете шлейф хорошего настроения когда человек о вас вспоминает и ему светлее становится на душе это же приятно когда оставляешь такой свет в душе вот у людей у близких да и не у близких вообще в принципе у людей вот а что я вам еще хочу сказать мои хорошие вообще чему вот у кого я научилась вот этому такому позитивчику у меня была соседка одна давно давно еще у меня когда еще совсем маленькие были дети у меня тогда сын только родился еще молодая была и вот я когда ее вдруг встречу где-нибудь там на лестнице там где-нибудь встречу свою соседку и она всегда улыбается у нее такая лучезарная улыбка была и она всегда так приветливо приветик мне ну и как дела но к будут козыатель приятная улыбка у человека и когда-то видишь такого человека и сразу как-то светлее на души становится и мне всегда было приятно и встретить и когда видела вот она идет мне сразу прямо на душе становилось прям светлее и легче. И я подумала, думаю, надо вот как-то вот мне у неё вот этого научиться, да, то есть хотелось бы, чтобы народ не бежал от человека, который всё время жалуется, всё время ноет, всё плохо. Ну, оно как бы и всегда может быть всё плохо, но опять-таки, знаете, как для оптимиста стакан наполовину наполненный водой, то есть он наполовину полный, а для пессимиста он наполовину пустой. Так же и в жизни, понимаете. Вот, а ещё одна у меня была тоже знакомая, тоже вот всё время она улыбалась, на работе вот была такая вот молодая женщина, и всегда она улыбалась, и всегда приятно, и даже я знала, что у неё там какие-то, ну, в личной жизни вот что-то там неурядицы какие-то есть, но тем не менее она всегда на работе вот такая была позитивная, улыбчивая, приветливая, очень было приятно с ней общаться. Я у неё как-то спросила, говорю, как ты можешь вот улыбаться и ходить вот, ну, как бы вот в таком позитивном состоянии, настроении, несмотря на то, что у тебя вот эта проблема, вот это, вот это. Она мне говорит, в жизни проблемы всегда есть, и они всегда будут, но стоит, говорит, голову немножко наклонить, и эти проблемы тебе эту голову вообще опустят вообще вниз и отрубят вообще. Ну, то есть, вот я поняла это так, что нужно всегда с высоко поднятой головой выходить, и нужно стараться избавляться от этих проблем, то есть, если эта проблема тем более выдуманная, надуманная, из пальца высосанная. Если мы, бывает, боимся наши страхи, мы, бывает, за что-то боимся, переживаем того, чего нет, и, может быть, и не будет, но мы думаем, а может там что-то такое случится, произойти. Ну, вот я могу сказать так, что не стоит, вы знаете, раньше времени о чём-то переживать, то есть, нужно жить здесь и сейчас, да. Вот уже, если какая-то проблема случилась, то, опять-таки, нужно стараться эту проблему решить, вот просто решить, подумать головой, да, как эту проблему надо решить, чем просто сидеть и ныть, что вот всё плохо, всё плохо и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы это, вот я вам говорю, то, чем я руководствуюсь, и как я стараюсь держать себя в таком, каком-то хорошем настрое, да. Бывает что-то, мне кто-то что-то испортит настроение, такое бывает, комментарии, не комментарии даже, вот, ну, я могу там ненадолго немножко огорчиться, а потом я сама себя беру в руки и сама себе говорю, да ладно, фигня всё это, это всё мелочи жизни, переживаю всё, ерунда, это всё как бы ерунда, это не самое страшное, что может быть в жизни, а в жизни, может быть, ещё вещи гораздо страшнее, да. Или я думаю, ну, мне не так уж и плохо, в конце-то концов, есть люди, которым ещё гораздо хуже, да, ну, то есть, как бы, всё познаётся в сравнении. В общем, мои хорошие, хотела вам поднять настроение, не знаю, удалось мне это или не удалось, но я хочу это видео своё закончить. На сегодня я все свои дела сделала, всё, что запланировала сегодня сделать, по дому и так далее, всё сделала. Завтра дела будут уже другие, завтра, скорее всего, уже будут на выезде дела делаться, то есть, за пределами дома, и тогда я возьму камеру, возьму вас с собой. Ну, и поедем с дочкой, там, по магазинам, куда-то, в общем, дела какие-нибудь делать. Ну, что будет завтра? Будет день, будет пища, как говорится, да. Ну, а кому моё видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok